Более трех тысяч человек – делегаты, представители профильных министерств, ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия», федеральные и региональные средства массовой информации. 16-й съезд партии проходил в Москве два дня. На семи дискуссионных площадках подводят первые итоги предвыборные программы партии. Суждают качество работы власти, народного контроля, развитие образования, науки, культуры. А здесь на стендах представлены партийные проекты, которые успешно реализуются во многих субъектах страны. В Нижегородском регионе «Единая Россия» начинает реализовывать четыре новых проекта для городов и сел. Благоустройство дворов, ремонт сельских домов, культуры, модернизация малых театров и благоустройство парковых зон. Проекты направлены на улучшение качества жизни и основаны на обращениях, которые получили депутаты на встречах с избирателями. Партия инициировала ко второму чтению изменения бюджета и параллельно инициировала начало проекта. Это парки малогородов в численности до 250 тысяч. Я надеюсь, что 1 сентября мы откроем первые объекты и жители будут искренне рады тем изменениям, которые там произойдут. Почти 600 миллионов – это деньги федерального бюджета и софинансирование, которое будет идти из региона. Общая сумма – почти миллиард сто. Это достаточно приличный объем, на который можно привести в порядок очень много дворовых территорий. Эти проекты будут реализованы. Раз. Во-вторых, они живые. То есть это не газетные, книжные слоганы для того, чтобы поразить своих избирателей, а это конкретная живая работа, которая нужна всем. Нужна стране прежде всего. Нужна нашим жителям избирать. Многие партийные проекты, которые уже успешно реализовывались в Нижегородской области, будут продолжены. Новые школьные автобусы в Дивеево и Кстово, в Иксу еще 40 районов области. Их передали школам в конце прошлого года в рамках партийного проекта «Единая Россия. Школьный автобус». Помимо обновления автобусного парка, это еще и загрузка для нашего автокластера. Программа «Школьный автобус» будет продолжаться тоже несколько лет. Все те школы, которые сейчас имеют старые автобусы, они могут рассчитывать в ближайшее время, заменить их. Ну и, соответственно, будут серьезные заказы для автопредприятий Нижегородской области. Второй день съезда избрали новый состав высших руководящих органов партии. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев избран в состав Высшего совета «Единой России». Партийные проекты, которые были заявлены на съезде «Единой России», отличаются тем, что они полностью соответствуют ожиданиям, в данном случае, нижегородцев. Второй вопрос кадровый. Губернатор Шанцев вошел в Высший политический совет и наряду с президентами. Президентом Татарстана и президентом Чечни. А это означает, что те инициативы, которые Шанцев инициировал в Нижегородской области, в социальной сфере, они нашли политическую поддержку в Москве. А это значит, что наши области придут, гарантированно придет финансирование от тех проектов, которые заявила «Единая Россия» и под которые уже выделены средства. Предвыборная программа не осталась обещаниями избирателям. Съезд показал, что проекты – это не партийные отчеты, и жители уже могут оценить качество на работы. Из Москвы Ксения Доринова, Олег Кримин, Объективно, ННТВ.